Каждые 10 лет это вот огромный сосуд с шариками, он полностью переворачивается, все шарики перемешиваются, все старые ответы становятся, может быть, right, может быть, wrong, никто не знает. И мы выбираем новые шарики. Русский хакер, отравитель, убийца, ничего хорошего в этом бренде нет и не будет. Ты на самом деле очень опытный предприниматель и инвестор здесь, в Кремниевой долине. Единственный русскоговорящий, русский американец, который работал в Андрисоне Хоровиц. И мы обязательно об этом поговорим. Но давай сейчас начнем с твоей такой бизнес-ангельской сущности. Во сколько стартапов ты вообще думаешь проинвестировал сам? Ну, я думаю, где-то лично порядка 20. Ну, на самом деле не так много. Не, совсем немного, нет. То есть я начал этим заниматься после продажи первой компании. Год, может быть, два года. Ну, вот буквально занимаясь этой английской деятельностью год или два, очень... И вот тогда как раз я был так называемый resident mentor 500 startups. Вот я адвайзил стартапы из Y-комбинатора. И буквально за год-два очень быстро возникло понимание, что этот уровень это чуть-чуть детский сад. То есть этим можно заниматься, но это просто школа, это просто образование. И как бы вот эта планка, она сразу очень быстро стала очевидной. Не было понимания того, что за этой планкой. То есть непонятно, вот вселенная расширяется, а что за границей этой вселенной. То есть этой видимости не было. Но было понимание, что как бы чего-то это не то. Вот. И вот я начал как бы квест попасть в Андрисон. Ты продал свою компанию, Hive 7, она называлась, Playdom в 2010 году. Да. 11 лет назад. И буквально через пару недель после этого Playdom объявил о том, что они в свою очередь продаются в Walt Disney. На самом деле они уже были, это как раз просто тайминг объявления. То есть они уже по сути продались, то есть покупал нас объективно Disney. То есть всю эту компанию, то есть ну они как бы, они не могли закрыть сделку и сказав по секрету, вот мы здесь что-то покупаем и вот для вас ребята сюрприз. Нет, то есть это конечно было анонсировано Диснею, то есть Дисней нас тоже инспектировал. То есть грубо говоря все наши эмплое, они стали эмплоями Диснея. Вот. Поэтому это чисто такой технический вопрос public disclosure, то есть когда они смогли объявить, что вот произошла сделка, сделка закрыта и, так сказать, все, так сказать, делаешь пресс-конференцию. Вот. Но как бы внутри процесса этот процесс там уже много месяцев ввел Дисней. Я геймер с таким достаточно тогда, по крайней мере, был глубоким опытом и была такая, ну как бы это сказать, это некий такой очень забавный исторический артефакт. Была некоторая ошибка, которую сделали многие люди нашего поколения, то есть вот поколение, которое пришло в компьютеры там, грубо говоря, ну вот люди там старше, которые пришли в 80-е годы, люди моего поколения, которые пришли в 90-е годы. Вот. И по инерции, я думаю, еще вот поколение там двухтысячных, оно тоже сделало эту ошибку, которая была абсолютно в то время. Эта ошибка была абсолютно логическая, как бы ее было трудно избежать. Вот. А ошибка состояла в том, что мы по привычке вот понятия высоких технологий и понятия гейминга в эти годы, они были абсолютно сплетены. Вот. То есть тогда вот сказать, что Джон Кармак это лучший как бы технолог, которым его считал Билл Гейтс. Вот. Джон Кармак это как бы автор Дума. Что Джон Кармак это технолог и что Джон Кармак это геймдевелопер, это были как бы идентичные как бы стейтменты. То есть занятие высокой технологией, занятие геймингом было практически одинаково. Вот. Потому что компьютерная индустрия развивалась такими темпами и захватывала вот как бы все новые территории, что каждое изобретение в гейминге, оно как бы требовало изобретения новых технологий. Вот. И вот это вот как бы такая очень секси комбинация, что это и популярно, и консюмеры это обожают, и там топ-тир технологии. Вот. И как бы можно двигать как бы эту границу. Это вот людей моего поколения очень сильно привлекало в гейминг. То есть в некотором роде я именно поэтому и продал компанию. То есть я просто пришел к борде и сказал вот типа вот то-то, то-то и происходит. И нам реально надо продавать компанию. Вот. И там был объективный аргумент, почему это надо делать. Но внутренне я просто как бы осознал, что произошло в индустрии. И вот я сделал решение, что надо просто рвать когти из гейминга. Игры перестали быть технологическим бизнесом, а они начали превращаться в чистый контент-бизнес. То есть, ну и что мы сейчас видим. Игры сейчас это просто такое. Это вот надо нагнать стадо пролетариата, надо нагнать тысячу человек. Они будут рисовать, 3D-моделить, создавать ассеты, кодировать, работать над этим 5-7, ну как сайберпанк, 8 лет. Тратить сотни миллионов долларов и потом зарабатывать миллиарды долларов. Но технологии в этом просто нет. Давай представим себе команду ребят, которые вот сейчас делают либо свой следующий стартап, либо свой первый стартап в 2021 году. И они хотят понять, в какой сфере его делать. Ну такой, да, вот абстракцию. На что смотреть? Что бы ты посоветовал таким ребятам, если они хотят в какой-то перспективе стать, ну или хотя бы иметь хороший шанс стать юникорном? Я, наверное, я бы сказал, что сейчас спектр полностью открыт, потому что все старые правила, включая вот то, что я сейчас сказал. То есть вот мы сейчас там поливали, как бы 15 минут поливали грязью гейминдустрию. Но сейчас в условиях ковида, например, гейминдустрия это один из самых быстро растущих маркетов. Вот, поэтому мне кажется, что здесь такой магический ответ состоит в том, что каждые 10 лет вот мы эту, ну вот как в лотереи, помните, вот там вот куча шариков крутится, и потом они вот снизу достают вот шарик 21, шарик 32. Вот там, да, спорт лото, вот они вот выбирают это, так сказать, ну здесь называется Калифорния лотерея, вот, то есть, anyway. Вот, и вот они вот эти шарики выбирают, вот, поэтому мне кажется, магия технологической индустрии, вот эти шарики, это мы будем называть их там multi-billion dollar industries, в которых стоит строить стартапы. Мне кажется, магия технологической индустрии в том, что каждые 10 лет это вот огромный, как бы вот сосуд с шариками, он полностью переворачивается, все шарики перемешиваются, все старые ответы становятся, может быть right, может быть wrong, никто не знает. Вот, и мы выбираем новые шарики, вот, то есть сейчас с таким же успехом, может быть, опять гейминг шарик выкатит, вот, разумеется, продолжают идти все. То есть, ну, сейчас нет, то есть сейчас, сейчас идет по всем фронтам, то есть это и гейминг, и стриминг, и подкасты, и крипто, вот, и enterprise технологии, и наша старая добрая андрисеновская софтура Eating the World никуда не останавливалась. Я бы не то, чтобы даже не называл винеров, но я даже не смогу откровенно назвать и лузеров, то есть даже я не вижу никакой индустрии, которая вот это все точно, это умерло, этого больше никогда не будет. Даже это сейчас трудно сказать, потому что, я бы, наверное, сказал так, что COVID, он как бы флип, то есть у нас вот старый мир, он состоял в том, что физическое было все-таки primary, то есть все-таки было интереснее пойти на партии, встретиться с людьми, поговорить там с мальчиками или девочками, вот. А вот все онлайн, это все-таки такое удобно, замечательно, классно, хай-тек, но все-таки это вторично, это все-таки, ну, geeks, nerds, это не серьезно. Сейчас просто, как бы, этой вот ежовой рукой китайской коммунистической партии со своими биолабораториями мы загнали весь мир в онлайн. Спасибо коммунистической партии Китая за наше счастливое диджитал детство. Ну, выбора нет, то есть хочешь, не хочешь, ты будешь в онлайн for a foreseeable future. И из-за этого сейчас, как бы, вот эта вот ментальность, ну, если все все равно по определению сидят дома и плюс-минус изолируются, может быть, они уже не так сильно изолируются, как раньше, но риск у всех остается, и, так сказать, те, у кого было там сплит real world онлайн, там 80-20, то сейчас сплит скорее стал, как бы, 30-70 в пользу онлайн. Вот, то сейчас все, что популярно онлайн, оно будет, как бы, оно будет расти, как на дорожах, то есть следующая декада, это декада онлайна, вот, и, как бы, все, что, как бы, слегка работало, вроде, ну, как-то работает, так-так себе, вроде, как-то не особенно растет, вот, то все это сейчас умножилось, там, на 2, на 5, на 10, вот, и что, как бы, ну, собственно, что мы видим, по уровню валевации, по уровню сток-маркета, по уровню всего, то есть все, что хоть как-то связано с онлайн, как бы работой, так сказать, работой в такой крайне широком смысле, то есть включая, там, и подкастинг, и стримеров, и, там, гейм-твитчеров, вот, whatever it is, вот. Вот, и это все будет расти и умножаться, вот, а, понимаете, для, там, ну, для юникорна не так уж много надо, потому что все-таки, там, 1 миллиард валюаций, это, значит, 100 миллионов годового дохода, вот, а это, в свою очередь, значит, там, несколько миллионов юзеров с хорошей монетизацией, вот, в мире, где 2 миллиарда человек онлайн, несколько миллионов юзеров, это, ну, так, это не тривиально, но это не так уж и сложно. Это вот как раз был период моих, как бы, ангельских инвестиций после Хайп Севена, вот, то есть я просто, как бы, общался, думал, писал, там, помогал. В Singularity же это преподавал, в Singularity University, да? Это, 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 это меня просто пригласили прочитать лекцию, то есть это, это было не преподавание, Singularity University это такая очень странная панковая организация, у меня там было много знакомых, и они сказали, о, Макс, вот, там у тебя такие интересные идеи, ты продал стартап, приходи, прочитай нам, нашим студентам, вот. Вот, я, собственно говоря, да, собственно, Гёдель появился, потому что мне надо было что-то сказать в Singularity, и я думаю, ну, вот, я не знаю, о чем вам говорить, давай я вот запишу свои идеи по поводу Гёделя, вот. Вот, поэтому, на самом деле, там тайминг абсолютно наоборот, то есть я сначала написал этот PowerPoint-дек для Singularity, вот, рассказал этот дек, там, получил очень много фидбэка от студентов, вот, он, как бы, у меня так валялся на компьютере некоторое время, а потом, во время каких-то праздников, я же, ну, что-то вообще там идея хорошая, надо сесть и написать большой блокпост. В чем идея? Идея Гёделя. Ну, идея Гёделя, я думаю, что можно прочитать, там, в усебниках по математике. Хорошая, хорошая. Я бы сказал, эта статья всё-таки ей уже, там, больше, сколько там, 10 лет или чуть меньше, вот, сейчас это достаточно самоочевидно, тогда это не было самоочевидно, тогда это ещё, вот, так сказать, тогда некоторые такие, тогда была некоторая такая концепция в долине, что вот, и, ну, не в последнюю очередь, из крайне таких коммерческих интересов, эту идею пробивал Y-комбинатор, потому что тогда он был ещё тоже, он же ещё был маленький, ещё совершенно не такой монстровый, каким он сейчас, вот, им тоже надо было бороться за жизнь, вот. И одна из вот таких идей, которыми боролись за жизнь все эти Y-комбинаторы и 500 стартапы, это, типа, вот у нас есть система, у нас есть система, как строить правильный стартап, и если вы придёте к нам и подарите нам 7% своих акций, то благодаря нашей системе, вот, вы выиграете и станете замечательным стартапом, вообще у вас всё будет замечательно, вот, акции вкладывайте вот в эту коробочку, вот. И я, наслушавшись вот всего этого, я просто вот, как бы, взял формализм Гёделя и попытался доказать, что, ребят, к сожалению, вы не можете механизировать процесс нахождения или доказательства идей, какой стартап, как бы, работает. И там я соединил многие тренды, то есть там популярная книга тогда была «Black Swan», «Чёрный лебедь» Насима Талеба, вот, некоторые, как бы, посты, как бы, Пол Грэма, которые, ну, потом, в следующие годы, уже после моей статьи, так сказать, он, так сказать, откровенно назвал этот процесс «Black Swan Farming», то есть фермерство чёрных лебедей, вот, что, к сожалению, вы не можете, вот, сесть и так заранее на бумажке подсчитать, вот, вот этот стартап будет успешным, и поэтому я создам именно его. Единственный способ это подсчитать, это именно начать этот стартап, вот, улететь туда в неизвестный космос, и там вот, ну, вот, что у вас получится, то получится. Это единственный способ найти ответ на этот вопрос, то есть нельзя найти ответ на, как бы, механизацию идей стартапов, вот, но при этом это, как сказать, это просто надо понимать, что вам реально даёт инкубаторы, то есть что вам дают всякие Y-комбинаторы, то есть они вам не дают ответ на вот эту вот математическую половину вопроса, они вам не скажут, будете ли вы успешны или нет. Они просто вам дают, грубо говоря, как бы гайдбук, какие человеческие, как бы, паттерны, какие человеческие процессы вам надо делать в стартапе, чтобы вы просто сами не выстрелили в себя ногу. То есть там, как вам организовывать команду, как вам делать репортинг, как там общаться с инвесторами, как писать пиджедайк, то есть есть такой большой багаж чисто человеческих, в них нет никакого технического риска, в них нет никакой математики. Это просто, грубо говоря, ну так, крайне упрощая, там, занимаясь делом и не спи со своей секретаршей. Причём второе не обязательно. Да, то есть... Есть пример. Ну, я бы сказал так, второе крайне негативно влияет на многие вещи. Как мы видим, через несколько лет на одном большом фонде не будем называть его на букву «С». Я думаю, что здесь количество фондов, которые... Уходят за горизонт. Да, которые мы обсуждали несколько лет назад именно по этой проблеме, вот, оно достаточно многочисленное, начиная с 500. Ну, anyway, в общем, есть такое большое количество просто абсолютно простых, житейских, жизненных советов, которые, разумеется, эти first-time founders, которым, там, 20, 22, 25 лет, им это стоит выучить. И это то, что вам дают инкубаторы. И во многих случаях, если это ваш первый стартап, и вы абсолютно ничего не знаете, это абсолютно стоит своих, там, и семи, и десяти процентов это бы стоило. Но, как бы, это не тот месседж, который тогда они транслировали. Потому что тогда они транслировали, что все, мы, вот, ваш, так сказать, полный ответ на все, это просто, так сказать, практически гарантия успеха. Вот, сейчас, разумеется, вся индустрия стала более мачур, все стало, как бы, более, так сказать, системное. И, разумеется, и инкубаторы ничего такого безумного не обещают. И, так сказать, ну, и, в целом, у меня старая шутка, что, как бы, Y-комбинатор, он перепутал название. То есть, он все назвал наоборот. То есть, им, у них есть конференция, которая называется Startup School. А сам инкубатор называется Y-комбинатор. Так вот, на самом деле, Y-комбинатор должен называться Startup School, а конференция должна называться Y-комбинатор. То есть, это имело, это было бы намного более, то есть, Y-комбинатор, это просто школа стартапов. Это вы просто проходите класс, какие паттерны вам надо знать, чтобы запустить стартап. То есть, это, грубо говоря, просто MBA degree для нового поколения. То есть, старая MBA, она не дает вам никаких знаний, как делать стартапы. Вот, то есть, Пол Грамм, он, так сказать, гениально понял, что надо иметь, как бы, по сути, degree, именно как запускать стартапы. Еще более гениально, он решил брать плату за эту degree не деньгами, а equity стартапов. В общем, гениальнейшее изобретение, за которое он, разумеется, и заработал свои миллиарды. Вот, но это просто Startup School. Это просто школа житейских принципов, как вам оперировать внутри стартапа. И, возвращаясь к Андриссону, они, собственно, прочитали твой блокпост и сами на тебя вышли. Тогда произошло две, то есть, я тогда активно искал, как я сказал, я достаточно быстро увидел потолок такого мелкого хобби angel инвестирования, вот, которое, так сказать, там, интересно, но до определенного предела. Вот, и я активно интервьюировался с разными фондами, вот. Вот, и один мой, так сказать, мой хороший друг работает в Google Ventures, вот он мне сказал, а, вот, так сказать, да, в Андрисоне тебя читают, Марк как раз там посылал твой блок всем вокруг, и, в общем, ему крайне понравилось. Вот, и, а я Марка чуть-чуть знал из моих Y-комбинатор времен, то есть, ну, не то, что мы там супер друзья, но у меня был его e-mail, грубо говоря, то есть, он, мы обменивались e-mail, вот, я просто написал ему e-mail, говорю, о, Марк, ты читаешь мой блок, я вот еще работаю в Venture Capital, вот, и Марк сказал, о, отлично, супер, вот, там, forward, поговори с этим товарищем у меня в организации, вот, и, там, был достаточно, как бы, интенсивный процесс, вот, то есть, я был так, на таком пробейшене порядка месяца четырех, вот, а, вот, так сказать, да, а потом все, вот, как бы, меня сконвертировали в полного партнера. Что ты узнал в Андрисоне? И вообще, если рефлексировать тот опыт, и если нас смотрят стартапы, да, то как, в общем, сделать такой стартап, чтобы тобой заинтересовался такой фонд, как Андрисон? Расскажи, как бывший инсайдер. Я сейчас тебе могу дать секрет, как ты можешь стать миллиардершей за буквально две недели. Две недели? Две недели, но больше тебе... Нет такого. Абсолютно, нет, нет, я тебе дам, я тебе сейчас дам секрет, если ты последуешь моему совету, вот, точка до точкой, то ты через две недели будешь миллиардершей. Давай. Да, совет очень простой. Значит, найди пиратскую карту, где помечено сокровище размером с миллиард, зарентуй корабль, приедь в точку, отмеченную крестиком, и выкопай сокровище на один миллиард. Это очень хороший план. Если ты последуешь всем точкам моего совета, то ты через две недели, ну, сколько тебе надо времени нанять каравеллу и туда проплыть, ты станешь миллиардершей. Вот, то есть, такой совет дать очень легко, выполнить его сложнее, вот, и вот эти советы стартапам, они, к сожалению, они вот так, вот, как, чтобы вас заинвестировал Андрисон. Ну, найдите пиратскую карту, вот, где X, Mark the Spot, выкопаете. Я до попадения в Андрисон, именно вот вся моя, как бы, сфера стартапов, это было, вот, там, 500 стартап, Y-комбинатор, все, как бы, их друзья, партии, знакомые и так далее. Вот, и я думал, что, вот, ну, все, я, я просто знаю всю вселенную Силиконовой долины, то есть, я, там, king of the world, то есть, ну, вот, может быть, там, какие-то мелочи, вот, где-то, там, на границах вселенной, может быть, я что-то не знаю, но, вот, вот, центр, все, вот, я, так сказать, вижу. Вот, после первых, ну, наверное, месяцев в Андрисоне, вот, то есть, это, вот, представьте себе такую карту, вот, у вас карта вселенной, вот, там, вот, Milky Way Galaxy, вот, там, вот, Way-комбинатор, стартапы, вот. Вот весь мир. И вот вы так начинаетесь, зумаут, 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 потом ты говоришь, ага, вот здесь, вот, центр, там, много галактического интердименшинал скопления, которое называется Андрисон, А здесь какой-то такой маленький дот, вот такой маленький дот, где-то процентов на 10, который называется, там, 500, YC, Seed Stage и все такое прочее, да, и этот дот, ну, он интересен, там, иногда из него какие-то корабли приходят. Ну, это, там, 10% далеко не самого интересного deal flow. То есть, размеры вселенной, они просто расширились экспоненциально. То есть, ну, так, на простом примере это легко понять. Вот, представьте себе вот такая теоретическая мысль. Вот, Илон Маск сегодня проснулся и сказал, я делаю еще один стартап. Ну, там, 5 мне мало, я хочу, чтобы их было 7. Вот. И, ну, мне надо, там, 100 миллионов долларов. Увидит ли стартап, увидит ли YCombinator когда-нибудь стартап Илона Маска? Никогда в жизни. Увидит ли его Андрисон? 100%. Теперь, вот, Илона Маска знают все. Вот, а теперь вы спуститесь на 1,2 тира вертикали, как по вертикали. Вот, у вас есть тир интерпренеров во всех вертикалях. То есть, у вас есть всякие легендарные имена. Генеральная публика, может быть, не знает, но профессионалы в индустрии все эти имена знают. Это будут вот, здесь некоторые имена Enterprise Software, а здесь имена, там, скажем, в блогинге, а здесь имена в том же гейминге. Вот. Потом вы можете спуститься еще на 1 тир. То есть, здесь вот этих имен будет порядка, там, сотни. Мы спустимся еще на 1 тир. Этих имен будет порядка несколько тысяч. Вот. Все эти имена, они среди всего прочего, они, это, разумеется, не эксклюзивно для Андрисона, эти люди, они принесут свой следующий стартап и Sequoia, и Грейлоку, и так далее. Вот. В iCombinator они вряд ли пойдут. То есть, во весь этот вот сид-стейдж. То есть, я повторяю, правильное название этого места, этой стадии, то есть, это просто стартап-скул. Это школа детей. То есть, каждый ребенок должен пройти школу, это правильно, это дает ему хорошие навыки. Но реальная игра, она происходит не в школе. То есть, в школе все это, все эти тинейдж-драмы и весь этот драматизм, он кажется очень важным. Когда ребенок выходит в большой мир, то выясняется, что, ну, нет, большой мир, в общем, больше, чем мир вашей школы. Вот. Здесь ровно то же самое. То есть, есть огромнейший мир сериал-интерпренеров, интерпренеров, средний возраст там интерпренеров Андрисона, это, кстати, 40 лет. Вот. Что очевидно. И, как бы, мы эту информацию особенно там не рекламируем, потому что этот, ну, делфло молодежи, он тоже интересен. Там много интересных идей будет. Вот. Но если мы идем в любые там наукоемкие, энтерпрайз, другие индустрии, то, конечно, тут же ваш средний возраст фаундера, он сразу выскакивает от 20 до 40 лет. И реально интересные, как бы, deals, интересные огромные deals, они происходят оттуда. Вот. То есть, там, скажем, мой последний, самый большой deal в Андрисоне, это был Tenium and Enterprise Security Startup. Вот. Он создан командой отец и сын, которые предыдущий стартап продали за миллиард IBM. Вот. Tenium, он, так сказать, ну, посмотрите, это одна из самых интересных сайбер-секьюрити компаний. Вот. То есть, так сказать, я даже сейчас не тачь весь этот, то есть, который сейчас вместе с ковидом просто взорвался, но тогда он тоже был большая часть нашего deal flow. Это medtech, biotech, как бы all scientific intensive tech. Вот. Опять-таки, там совершенно другие правила игры. Как бы главное понимание, которое вот пришло через несколько месяцев в Андрисоне, что это был такой маленький остров. Ты знал маленький сид остров. Вот. И вот, к моему большому сожалению, вот, что, откровенно говоря, ну, вот, весь русский венчур, как бы, ну, в России 100%, а здесь в долине, я бы сказал, наверное, 90%, там есть несколько замечательных исключений. Но в целом. Они, конечно, все еще вот на этом детском острове. То есть, они этой всей большой вселенной не видят. Вот. Они не видят ее по простой причине. Потому что нужно иметь deal flow. Нужно иметь доступ к deal flow. Вот. Разумеется, компании и фаундеры такого уровня, ну, мягко говоря, как бы, русские имена, это не первые имена в их Rolodex. Это все основано на репутациях. Это все основано на, как бы, персональном доверии. Вот. И, как бы, этот фактор, он был, ну, такой, он был где-то в середине до 14-го года. А, понятное дело, после 14-го года, это, так сказать, ну, то, о чем я писал в блогах, то весь этот бренд, он пошел очень резко вниз. То есть, то для них это стало откровенным риском, так сказать, ассоциироваться с какими-то русскими деньгами, так сказать, ну, вот, со всей этой русской историей. Откровенно говоря, я бы сказал, что я за этим внимательно не слежу. То есть, я чисто сейчас спекулирую. Но мой личный гест, что, конечно, мне кажется, что после 14-го года просто вот вижен от всего русского венчура на реальную, как бы, размер этой вселенной, он, скорее всего, равен нулю. То есть, они просто не видят эти дела. Их, к ним не приходят, им их не показывают. Вот. Поэтому это все варится относительно в собственном соку. Там русские интерпренеры для русских висей, что, в общем, колоссально грустно, но, с другой стороны, так сказать, заслуженно. Ты как раз сказал про 14-й год, и у меня здесь есть выдержка из твоего интервью. Я помогала одному венчурному фонду выбирать интересные предложения российских стартапов. Но из всего, что видел, я смог поставить слабую троечку только одному из нескольких десятков. Здесь они даже в 500 стартапс не смогли бы попасть. Я называю такие команды стартап-туристами или стартап-мечтателями. Люди не понимают экосистему стартапов, а инвесторы никогда не вкладывают деньги в хобби-проекты. Что с тех пор поменялось? Наверное, ситуация... В плане контекста не следует забывать, что это... Мы сейчас говорим о ситуации где-то 2012-2013 года. То есть это такой... 14-й. То есть, ну, я это рассказываю в 2014-м, но я как бы говорил о DealFlow, который я видел где-то там в 2012-2013 году. То есть это как бы последняя волна из Сколково. То есть волна из Сколково, ее пик где-то пришелся на 2010-й год. И она так постепенно после рокировочки, так сказать, спадала, спадала. И вот, так сказать, мы это все смотрели. Вот, ну, откровенно говоря, вот, так сказать, абстрактно давайте называть ее Сколковская волна. Вот, Сколковская волна, это был такой... Это была такая волна детского неопытного энтузиазма, которая пришла вот просто в Силиконовую долину вместе с Медведевым. Вот, да мы, да сейчас, да все, да такие замечательные, вот. И происходит то, что происходит как бы с русским человеком последние 200 лет. То есть его личные достижения были измерены по шкале западной цивилизации. И, разумеется, как бы отметка не была очень, скажем так, высока. Вот, и причина этого, она, разумеется, была в том, что, ну, это был cold start. То есть это был старт просто с нуля. То есть это, если у вас нет экосистемы, опять-таки, тогда. Если у вас нет экосистемы стартапов от слова вообще, то первые стартапы, которые, разумеется, к нам приехали, вот, это было просто, ну, так сказать, Москва слезам не верит. Сейчас, я думаю, ну, просто прошло 10 лет. Как бы люди там чему-то научились, люди там наших блогов насмотрелись, там наших подкастов. То есть выучили одну и две штуки. Вот, я не скажу, что я видел много стартапов из России в последнее время. Но те, которые я видел, они, по крайней мере, больше не производят впечатление от такой вот полной детской беспомощности и дисконнекта с реальностью. То есть вот полностью, что вот, 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 ребенок был в этой барокамере, вот, никаких бактерий нету, никакой, так сказать, нет никакой реальной конкуренции, вот, потому что, ну, в вакууме конкуренции не существует. Вот, а тут они попадают в нашу звенинец, где, так сказать, ну, так сказать, ты знаешь, так же, как я, все наши хастлеры и все эти вот хищные пираньи, которые, так сказать... Рептилоиды. Да, рептилоиды, да, надо сказать, ну, рептилоиды это больше мудрость. Мы рептилоидов имеем в виду как... Ну, знаешь, они нормально, тоже на хищников тянут. Ну, мы очень добрые хищники такие, до белой и пушистой. Да, вот, что... Да, просто это был тотальнейший дисконнект между их уровнем и уровнем, который здесь формировался десятилетиями. Вот, сейчас, я думаю, такого дисбаланса в уровнях нету, но, как говорится, какая разница? То есть, страна все-таки фундаментально, как бы, в изолированной позиции уже пять лет. Забудем глубоко про качество стартапов. То есть, там, если качество отличное, то, так сказать, тот же Андрейсон зафинансирует как... Ну, по-моему, я забыл, Рефейс, ребята, это Украина или Россия? Я не помню, кто Рефейс, но несколько дней назад Райк. Объявили о покупке Райк за 2,25 миллиарда долларов. Ну, это же чисто локальная компания. То есть, локальная компания, русский предприниматель в Силиконовой долине, то есть, типичный OG, Original Gangster, вот, который здесь много лет, и он здесь начинал, если я правильно помню, в ранние годы, у него была просто аутсорсинг-компания в Россию, из которой он и вырастил в Райк как... Ну, то есть, в любой умной аутсорсинг-компании они начинают с аутсорса, а потом перераспределяют ресурсы, делать собственный продукт. Вот, и, как бы, это с одной стороны, вот, а с другой стороны, ну, опять-таки, повторим, что COVID, он придает огромное умножение всем онлайн... всем онлайн-ресурсам и всем онлайн-эвалюациям сейчас. Ты как раз затронул тему русского венчура, беспощадного хочется добавить. Смотри, если ситуация никак не поменяется, вот, то, о чем мы все думаем, да, до 36-го года, то можно что-то сделать для того, чтобы... Нет, я бы не назвал это... К 36-му году это имеет минимальное отношение, потому что, так сказать, хоть они превратят Путина, вот, так сказать, в бессмертного киборга, это абсолютно никого не волнует. Волнует только то, что идет постоянный диалтон гадостей. То есть, вот, из России идет постоянный диалтон какой-нибудь гадости. Там, мы кого-нибудь отравили, мы убили каких-то, там, британских бомжей, там, а теперь мы что-то, так сказать, тупо, бессмысленно купили какой-то адвертайзинг во время избирательных кампаний, а потом мы сделали то-то. То есть, вот, идет такой какой-то очень... Потому что, ну, это же действие, они абсолютно ничего не достигают. То есть, там... То есть, ты не думаешь, что они работают, таки, на удержание репутации сильных властителей внутри страны? Ну, а кого внутри страны интересует, что Путин купил 400 тысяч долларов каких-то адвертайзингов на Фейболе? То есть, для меня это не компилируется абсолютно. Наверное, основной лернинг из Андресена, что, так сказать, когда вы дошли, как бы, до вершины какой-то индустрии, то вот, вот, если вы внизу горы, то все так очень непонятно, что там наверху, как там, какие там звери водятся. Когда вы практически на вершине горы, то, смотря вниз, в общем, все видно. Вот, вся система понятна. Вот, поэтому, поработав, как бы, в топ-фонде, понятно, вся инфраструктура венчурной индустрии. Вот. И это не настолько сложная индустрия. То есть, она, понятное дело, она пытается себя позиционировать как сложную, что, вот, это все настолько умно и запутанно, что именно за это, пожалуйста, платите нам 2,20. Вот. И в случае с Андресен, это более чем оправдано. Но, объективно, это не настолько сложная индустрия. Вот. И, конечно, в ней все основано на, грубо говоря, как сказать, в связях, в хорошем смысле этого слова. В связях, в смысле, вот, вот этот стартап уперся, скажем там, в неразрешимую проблему какого-нибудь, там, скалирования баз данных. Вот у нас есть связи с 10 лучшими, как бы, экспертами и профессорами в этой области. А вот этот стартап уперся в медицинскую проблему. А у нас есть, вот, коннекции с этими медицинскими университетами, которые могут им помочь. Вот, связи в этом плане. То есть, все, что, в чем венчур-капиталисты, чем они зарабатывают свои деньги, они add value. А не add value тем, что стартап никогда сам по себе сделать не может. Что, ну, так сказать, никто не будет с каким-то маленьким стартапом общаться из какого-нибудь университета, просто потому, что мы попросили. Вот, если попросит Марк Андрессен, то ситуация будет другой. Вот, поэтому проблема с русским венчуром, она состоит в том, ну, как вы можете строить венчур-индустрию, если у вас стоит, грубо говоря, просто стена между вами и всеми лучшими экспертами мира. Что, как только вы попытаетесь хоть кого-то о чем угодно спросить, то тут же у всех зажигается красная лампочка I'm colluding with Russians. Вот, и спасибо товарищу Сталину за создание такого замечательного бренда, что сейчас colluding with Russians, он просто вошло в культурный лейер всех. Вот, поэтому, окей, русские венчур-капиталисты могут направлять свои стартапы общаться с русскими экспертами. Ну, и где эти русские эксперты? Вот, вот, русский венчур-капиталист захочет, скажем, поговорить с космическим экспертом. Ну, вот, вот, вот он здесь, в Пало-Альто. То есть, то есть, как бы там возникает нул сет экспертов, нул сет возможных связей с западными экспертами. И что стартапу делать? Стартапы делать очень простое, там, переезжать в Пало-Альто, пытаться по мере возможности пробивать этот барьер colluding with Russians своим, как бы, raw сырым талантом и, как бы, пробиваться через эту стену. Вот, ну и просто вот вся, как бы, вся траектория, она состоит в том, чтобы максимально тут же, так сказать, на себе, на волчьей шкуре красить с максимальной скоростью белые и черные полоски, что я просто зебра тут, вот, и белая и пушистая, вот, и чем быстрее вы станете, как бы, местный, то тем быстрее такой зебре начнут давать инвестиции, связи и открывать двери, и там, чем меньше акцента, тем лучше. Вот, поэтому у меня, я не знаю, как, это так очень трудно, давать конструктивный совет, когда, как бы, the main space, это null set, что, опять-таки, если, ну, здесь надо разделять, мы говорим о технологических инвестициях, мы говорим об инвестициях в Кати Неч, что вот кто-то создает компанию, которая Кати Неч в чем-то. Есть очень популярный жанр, который сейчас крайне вырос в последнее время, потому что вся индустрия выросла, то есть, если вы берете сегмент индустрии, индустрия растет в 10 раз, ну, значит, этот сегмент стал размером со всю индустрию несколько лет назад. Вот, то, что я называю startups using technology, то есть, у вас есть технологические стартапы, которые создают Кати Неч, и у вас есть просто стартапы, которые используют технологию. Вот, то есть, ну, как простой пример, вот, Apple знает, как создать M1 чип, который, там, гениальный по всем параметрам, так сказать, вот вы сейчас пойдите по улице и спросите, кто еще может создать M1 чип? Никто не может, только Apple может. Вот это и есть ваш бит, который говорит, вот, у Apple технологический прорыв, только он может создавать такие чипы. Вот, а есть, скажем, Walmart, который сейчас, он скажет, я сейчас запущу веб-сайт, я сейчас запущу датабейс, который будет показывать мои товары на веб-сайте, я сейчас запущу аналитику, которая будет какие-то очень умные формулы считать, но ни одна из тех вещей, которые запускает Walmart, не является технологическим прорывом. Я могу запустить веб-сайт, ты можешь запустить веб-сайт, ты можешь запустить ту же аналитику. Мы, я и ты, Walmart, мы просто будем компанией, которая использует технологии, в них нет ничего прорывного. Вот, и в венчур-капитализме вот этот x-hundred, x-thousand returns создает именно технологический прорыв, создает именно то, что нет ни у кого другого, что настолько лучше. И, так сказать, в жанре финансирования компаний, которые используют технологию, русские венчур-капиталисты в этом плане на той же, как бы, планке, да, я говорю, ну, деньги чуть-чуть хуже пахнут, то есть никому особенно не хочется, как бы, листать русского венчур-капиталиста у себя на кептейбл, но, так сказать, многие на это согласятся. Вот, что здесь никаких особых проблем нет. Вам не нужны суперэксперты, вам не нужна какая-то супертехнология, вам просто, вот, так сказать, возьмите технологии с полки и что-то постройте. Вот, а если вы это строите в России, то совсем замечательно, потому что у вас нету конкурентов. Вот, не знаю почему. Может быть, их просто не было, может быть, их уже съели силовики и забрали их компании, чтобы, так сказать, не мучились. Вот, а фаундер эмигрировал, поскольку у него забрали его социальную сеть. То есть, может быть, поэтому нету конкуренции. Тоже хороший фактор, когда периодически волки всю конкуренцию съедают, как Пэкман. Вот, то в плане финансирования таких компаний, то, конечно, барьеров меньше. Вот, но я все-таки воспринимаю венчур-капитализм в таком, в традиционном смысле, что это именно high risk, high reward, что вы финансируете что-то с огромным риском, с огромным reward, что-то, что имеет вот этот бит технологической инновации, что команда делает что-то, что не может делать никто другой в мире. Вот, и здесь все, в принципе, поскольку это, по определению, это hard, и hardness означает, что это, что вам будут нужны и эксперты, и связи, и решения каких-то совершенно вот таких зубодробительных проблем. Вот, и как бы вам, вам нужен как бы вот вся экосистема, вам нужны вот все эти вот горизонтальные связи, чтобы получать как бы и экспертизу, и деньги, и совет, и делы, и так далее. Вот, я говорю, поскольку, как бы, эти ребята создали такой замечательнейший дайлтон, как бы, которые постоянно, дай бог, что там просто одну плохую вещь сделать, они создали дайлтон постоянных, каких-то плохих маленьких мерзостей, которые постоянно, вот, российский бренд чуть-чуть нарастет, и его снова в ноль. Чуть-чуть нарастет, и его снова в ноль. Но сейчас уже, по-моему, там третий или четвертый раз, по-моему, уже всем просто надоело, уже он просто, вот, все, в нуле, вот, все, русский хакер, отравитель, там, убийца, да вот, ничего хорошего в этом бренде нет и не будет. Вот, ну, там, у людей свои дела, свой бизнес, они, особенно политикой, там, через половину планеты, они особо не интересуются. Вот, поэтому русскому венчеру, как один из моих друзей детства любил писать, очень трудно плавать в серной кислоте. Вот, то есть, к сожалению, русский венчер, он сейчас вынужден плавать в серной кислоте, и это достаточно, так сказать, очень, скажем, окружающая экосистема, очень тяжелая. Расскажи мне, пожалуйста, в чем, собственно, уникальность и такая красота изобретения блокчейна, и почему криптовалюты вообще так важны стали. Много чего произошло за 10 лет, мы вот недавно отвечали, 10 лет биткоина, то есть много чего произошло за 10 лет, и, наверное, здесь несколько уровней понимания произошло. То есть, ну, в первую очередь биткоин появился, как мы помним, в самом конце глобального финансового кризиса, поэтому так называемый блокчейн-дженесис-блок, вот, он, собственно говоря, начинается с маленькой шутки, которая там просто вот вставлена в эту бинарную подпись, и там просто хедлайн одной из газет того времени 2009 года, что Chancellor on the edge of second bailout for banks, то есть канцлер, по-моему, это из какой-то британской газеты, на грани второго bailout банков. То есть, это такие эхо нашего замечательного кризиса. Тогда это появилось просто как такая натуральная реакция на этот кризис, что как бы, ну, людям, скажем так, с техническим и финансовым образованием, вот, они, в принципе, это и раньше понимали, но это стало уже абсолютно понятно, что как бы финансовый лидершип в мире, он, во-первых, не настолько умен, чтобы все предсказывать, он не настолько умен, чтобы на это реагировать и кто будет платить за все эти финансовые ошибки, за это будем платить как бы все мы. То есть, как бы, они сделали ошибки, ну, какая реакция? Реакция bailout, давайте напечатаем денег. Эффект был тот, что как бы они сделали эти крайне рискованные как бы ошибки, которые заработали им прибыль, вот, а потом скинули на нас, как налогоплательщиков, плату за эти прибыли, и реакция на это была биткоин. И в некотором роде, вот, это такая древняя история, которая, может быть, не сильно резонирует современными слушателями, но то, что резонирует с современными слушателями, это вот мы сейчас с ковидом прошли просто ровно ту же игру, шаг за шагом, ровно в той же последовательности. То есть, чем занимался, чем занимался американский сенат в последние месяцы перед ковидом? Прослушкой телефона какого-то звонка президента Украины. Вот, вот, ребята, что важнее, звонок президента Украины или купите маски, купите вакцины, подготовьте медицинский эквипмент для своих. Ни один из этих сенаторов, который был так увлечен импичментом, даже близко не занимался этими вопросами. То есть, провал по всем, по всем статьям. То есть, провалено было абсолютно все. Журналисты писали не про подготовку, так сказать, про импичмент, а потом они писали еще более идиотские статьи, что Силиконовая долина теперь боится, Silicon Valley afraid of handshakes. Вот, то есть, они просто активно дезинформировали публику, потому что они верили всей той, грубо говоря, ну, откровенно говоря, военной пропаганде, которую двигал Китай через абсолютно коррумпированную и захваченную как бы китайскими деньгами World Health Organization. Вот, то есть, мы увидели, что опять вот провал пошел по всем фронтам, то есть, провалилось абсолютно все. Какая реакция глобальной политической системы на такой провал? она говорит, ну, окей, мы сделали ошибки, кто за них будет платить? Опять-таки, вы все. Вот, как сейчас любят люди говорить в криптокругах, что 70% долларов, которые сейчас находятся в обращении, они напечатаны за прошлый год. То есть, до прошлого года их просто не было. Вот, их мы просто нажали кнопочку, напечатали эти доллары. Что это физически значит? Это физически значит, что мы зашли в дом каждого человека, который хранит доллары, и сказали, мы сейчас назначим тебе некоторый налог, у которого у тебя нету способа уклониться, у тебя нету способа проголосовать за или против. Это просто, если ты хранишь доллары, то ты, спасибо, что ты заплатил налог. На что этот налог? Это налог на ошибки, ну, практически всех правительств, которые, как бы, в это попали. Вот, тогда, в 2009 году, это, как бы, первый звонок, был первый звонок. Разумеется, сейчас, когда вся эта инфраструктура крипта уже существует, это уже разделился на класс людей. Люди, которые, грубо говоря, были готовы, и люди, которые не были готовы. Ну, и, разумеется, мы увидели, что произошло с ценой на криптовалюты за время этого кризиса. То есть, вы, как бы, окей, вы можете продолжать печатать свои фантики, там, может быть, если такой уровень политического руководства и политической экспертизы будет сохраняться, ваши фантики скоро, рано или поздно превратятся там вообще в общество МММ, мы скорее будем верить в криптовалюты, которые регулируются математикой, чем каким-то вашим обещанием, что все, это вот в последний раз, вот мы больше таких кризисов не допустим. Вот, поэтому за эти 10 лет как бы миссия крипта, она несколько морфировала. То есть, она началась, как такой вот странный, маленький эксперимент среди, грубо говоря, таких криптоматематиков, криптоэнтузиастов. Вот, смотрите, мы построили систему, которая по определению никогда не может быть под контролем никакой политической силы, которая не может быть делютат политиками, вот как мы сказали в начале, что будет 21 миллион биткоинов, и это никаким способом не поменять. вы можете сделать свой собственный софтварный проект, вы можете нажать кнопку форк и сказать, вот, их будет не 21 миллион, а их будет 42 миллиона, это как бы ваше право, но это будет уже другая валюта, что, собственно говоря, и привело вот к этому взрыву криптовалют, что все начали экспериментировать с разными формулами разных криптовалют. Вторая, наверное, самая крупная вещь, которая произошла за последние 10 лет, первая часть, это был такой глобальное обучение публики об уровне профессионализма и обучения и как бы знания как бы профессионального политического класса. Вот, как любит говорить один из моих друзей, что как бы репрезентативная демократия, которая сформировалась в аграрные времена 300 лет назад, вот, она, в принципе, не переживет интернет. То есть, интернет настолько сильнее, мощнее и лучше, что, ну, мы перейдем к какой-то, наверное, другой форме политического управления. Не исключено, что для этого придется создать свою новую страну, что вторая очень популярная тема обсуждения среди криптоэнтузиастов. Вся система репрезентативной демократии, она сейчас перевернута на ногу, потому что идея состоит в том, что вот мы там, грубо говоря, вот мы фермеры, мы сидим на фермеры, мы растим какой-то урожай, у нас нет времени читать книги, у нас нет времени читать журналы, мы полностью зависим от погоды, то есть там 90% нашего времени от какая будет погода, как снимать урожай, а вот самого лучшего, самого умного, самого грамотного, то есть читать надо уметь, писать надо уметь, это очень непростые знания 300 лет назад, мы его посылаем в Вашингтон представлять наши интересы, и это вот вся короткая система, что у нас есть большое количество населения, которое не настолько, которое может быть даже не умеет писать, и у нас есть вот наши Бен и Франклины, которые в Вашингтоне представляют наши интересы, вот, как понимаете, сейчас с айфонами, с Википедией, с интернетом вся эта ситуация, она просто извернута наоборот, то есть у нас самые лучшие, самые умные, самые знающие люди, они работают в технических компаниях, в технических гигантах, все, грубо говоря, ну, откровенно говоря, как бы лузеры, у которых нету скиллов создать технические гиганты, заниматься бизнесом, именно они-то отсеиваются и идут в Вашингтон, вот, поэтому у нас получается, что в Вашингтоне они как раз знают меньше всего, у них меньше всего цифровых навыков, у них меньше всего цифровых скиллсет, и поэтому они принимают одно ужасающе плохое решение за плохим, то есть вы как раз, вот, теперь у вас как бы фермеры с спичфорками, они пытаются управлять цифровой экономикой, ответ, такой стратегический ответ, он состоит в том, где сейчас главная экономическая мощь, сейчас экономическая мощь, она постепенно переходит, или может быть уже перешла к миллениалс, то есть миллениалс, это то поколение, которое, грубо говоря, ну вот по своей экономической мощности, вот оно, то есть бумеры уже практически ушли, оно будет доминантно следующие 20 лет, и что, грубо говоря, в своей нелегкой короткой жизни выучили миллениалс, значит, вот миллениалс пошел в школу, он заплатил огромные деньги за колыч, он там заплатил за свое образование, вот, к сожалению, многие из них сделали ошибку в своей жизни, они заплатили за какую-нибудь фигню, там типа English major, или там political science, вот, или какую-то не с тем технологию, но нонзелес, у них все равно колледж-долги будут 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, это будут весьма жуткие деньги, вот, но их вся система, всю их как бы молодую технологическую жизнь убеждал, не-не, вот ты пойди в правильный колледж, у тебя будет работа, у тебя будет карьера, ты будешь точно такой же, как свои, как твои так называемые YIPI, young professionals, родители предыдущего поколения, вот, и как раз, когда они graduate, когда вот все, вот сейчас я буду зарабатывать деньги и выплачивать мой колледж-долг, вот, наши гиганты мысли, и произошло 2008-2009 глобальный финансовый кризис, вот, и наша молодежь села, так сказать, выучила все эти забавные истории, как они, им пришлось возвращаться, снова жить с родителями, вместо того, чтобы начинать свои семьи, там, не иметь, там, искать работу, огромнейшая безработица и так далее, вот, значит, они вот так вот медленно 10 лет, как бы, восстанавливались, вот, за это время они получали дополнительные уроки, что, грубо говоря, опять-таки, одна из ранних историй американской жизни, это был, разумеется, сток-маркет, что, вот, как можно создать свое, как бы, свое состояние, это инвестировать в сток-маркет, вот, опять-таки, благодаря гениальным действиям законодателей, если мы сейчас посмотрим, вот, просто можно сравнить, можно взять старые компании, компании Apple, компании Microsoft, и, посмотрели, просто вы делаете такую пай-чарт, вот, этот процент роста этих компаний, которые получили приватные инвесторы, грубо говоря, венчур-капиталисты, и процент роста, который получили частные инвесторы, то есть простые граждане страны, на сток-маркете, и вы увидите, что, ну, практически весь рост, огромнейший рост этих компаний, старых компаний, вот, он был на сток-маркете. Как говорил Forrest Gump, я прикупил какую-то сельскохозяйственную компанию. фруктовую компанию. Фруктовые, да. Да, exactly, фруктовые компании, то есть фруктовые компании работали до предыдущего поколения, вот, но сейчас это все зарегулировали, сейчас, ну, и, как бы, я прекрасно понимаю, там, всех тех же Зукенбергов и прочих Илонов Масков, то есть сейчас быть публичной компанией, это, ну, совершенно другой вопрос, чем то, как это было, как бы, 20-30 лет назад. Это огромнейшее, это огромнейшее количество, как бы, легальных и, как бы, требований, и, так сказать, это просто вот, вы, так сказать, вместо того, чтобы ранить одну компанию, что уже само по себе нелегко, на вас наваливается, так сказать, огромнейший такой груз дополнительных ответственностей, которые совершенно не имеют отношения к вашей компании. Какая была реакция наших интерпренеров? Реакция очень простая. Ребята, у нас есть огромный доступ к приватному капиталу, и вот, собственно говоря, вот мы сейчас все говорим про юникорны, что надо создать юникорн. Ребята, юникорн, это термин, который появился в обиходе только потому, что венчур-капиталистам надо было как-то назвать эту новую модель и притвориться, что в этой модели есть что-то позитивное. Опять-таки, если мы как онем эту модель раздираем до своей сути, то суть состоит очень простая, что эти фаундеры, когда они получили свои первые достаточно заметные успех, если бы Зукенберг был, грубо говоря, там в 90-е годы, то вот в тот момент, когда он начал поднимать первые сотни миллионов долларов инвестиций, он бы, конечно, поднимал их на публичном маркете, он бы, конечно, не занимался этой фигней с венчур-капиталистами, он бы просто взял свою компанию и вынес бы ее IPO. Но эта вещь закрыта из-за этих безумных регуляций. Соответственно, что делает Зукенберг? Он идет к венчур-капиталистам, которые придумали этот новый замечательный термин Unicorn, который означает просто вы, по сути, идете паблик, но вы идете паблик чисто к частным деньгам. То есть, и через свои контакты, именно поэтому, кстати сказать, в Силиконовую долину пришло очень много китайских денег, то есть, теперь есть аппетит на миллиарды, миллиарды долларов, но эти все миллиарды долларов приходят из частных рук, они, так сказать, поднимают все эти компании на следующие стадии, то есть, то, чтобы, грубо говоря, если мы смотрим на Microsoft, это было бы вот, первые 10 лет Microsoft, первые 20 лет Microsoft, сейчас это все происходит, мы говорим, о, вот этот вот Unicorn стал 1 миллиард, а теперь этот Unicorn 5 миллиардов, а теперь этот Unicorn 15 миллиардов, ребята, это просто уже давно публичная компания, которая просто в силу этого как бы регуляторного, так сказать, environment, вот, в котором им надо оперировать, вот, они просто не занимаются этим маразмом, они просто идут по той дороге, в которой им просто легче и нормально работать. Результат этих замечательных регуляций, которые должны были защитить наших бедных граждан от, как бы, страшного сток-маркета состоит в том, что теперь 80% роста этих компаний, все уходит в приватные деньги, то есть, грубо говоря, те, кто были богаче, становятся еще гораздо, те, кто были уже миллиардерами, становятся мультимиллиардерами, а публика получает только, ну, вот, мы можем посмотреть на примере того же Фейсбука, что вот там Фейсбук выходит паблик за 40 долларов, сваливается на 14, и потом медленно доходит обратно там до 100, 150, то есть, вы за годы сделали, удвоили свои деньги, а потом заплатите с них еще налоги. По сравнению с ранним Микрософтом и Эплом, все эти наши старые истории, если бы вы вложили тысячу долларов в Микрософт, то у вас бы сейчас было там 10 миллионов долларов, вот, все эти истории, их просто уже не существует как класс, это такая мифология, это вот такие предания Древней Греции, сейчас этого не существует. Соответственно, теперь возвращаемся к крипто и миллениал, факторы, которые видят миллениал, они состоят в следующем, все, что нам говорили взрослые, чему они нас учили, это просто полная идиотская фигня, они абсолютно не знают, о чем они говорят, они притворяются, что знают, на самом деле которые были у наших родителей у предыдущего поколения, опять-таки, это либо они сами не знают, либо это изменилось, но это фигня, это не работает, ты не станешь, ты не создашь себе как бы финансовую безопасность для своей семьи, просто покупая здесь сток Фейсбука после IPO и так далее. Соответственно, им нужны две вещи, им нужна финансовая независимость, им нужны возможности роста и чисто таким, знаете, ну как сказать, Millennial, они не читают там какие-то глубокие выкладки ThinkTanks, о чем они подумали, что они решили, но у них очень такая хорошая StreetSmart, у них очень хорошая сметка, и они просто увидели, а, вот у нас есть криптовалюты, они абсолютно не под контролем никаких правительств, и правительство скрежет зубами и пытается что-то там делать, но, откровенно говоря, они не могут, то есть вот там китайцы, китайское коммунистическое правительство борется с криптовалютами уже много лет, и эта борьба выглядит такой крайне, с крайне переменным успехом, а во-вторых, нам нужен рост, нам нужны как бы assets, которые нам дают вот именно тот рост, который был в старых технологических компаниях, сейчас стандартные методы этого роста, как бы они для нас по сути закрыты, вот, благодаря нашему замечательному регуляторному режиму, вот, а в крипто, именно по той причине, что она практически нерегулируема, эти окна еще открыты, разумеется, вместе с открытыми окнами для возможностей, открыты окна и там для всего плохого, но они там есть возможности вот там вложить тысяч долларов и, грубо говоря, забрать сто тысяч, или там совершенно фантастических случаях, забрать миллион, но эти окна возможностей открыты, вот, и что, я думаю, главное произошло за последние 10 лет, что сейчас крипто, это стала нативная валюта миллениалов, то есть сейчас миллениал, он скорее будет верить крипто, он будет верить какой-то вот крипто парадигме, дальше мы уже уходим в разные буддистские течения, что вот тут есть биткоин максималист, а есть вот DeFi крауд, а есть Eserium, а есть все altcoins, тут уже можно там спорить манаями, нихами и вот всех прочих эзотерических терминов этой религии, но суть состоит в том, что все эти течения, они в своей сути, они основаны на, как бы, скажем так, некой комбинации математических принципов и комбинации обещаний, которые команда за этими принципами как бы она делает, например, там вот люди, которые поддерживают биткоин-кор, у них очень простые принципы, что мы самые консервативные, мы меняем меньше всего, это вот просто такое цифровое золото, оно, так сказать, мы не будем его мутировать, чтобы им стало легко платить за чашечку кофе, вот, и наши принципы, это как бы стабильность и надежность, а вот там, вот скажем, есть Eserium, который намного более агрессивен с экспериментами, из-за этого у него были там крупные провалы в прошлом, но зато это сейчас как бы нативная платформа для так называемого decentralized finance, вот, а в свою очередь decentralized finance, что это такое? Это опять-таки миллениалы просто приходят, берут вот эти технические лего-блоки как бы криптовалют и говорят, слушайте, а что если мы вот построим наш собственный такой маленький игрушечный, но абсолютно функциональный Wall Street из этих блоков? И у них получается DeFi. А что если мы построим такой вот как бы криптобанк, который дает какие-то вот микролоанс для вот таких-то таких-то целей? И у них получается там что-то типа Yarn Finance. Вот, и они, то есть здесь забавность состоит в том, что миллениалы не делают, то есть никто не ходит с красным флагом и не орет, что давайте там сделаю, так сказать, перевернем Вашингтон, давайте перевернем Wall Street. Забавность состоит в том, что сейчас-то как раз делают их родители, которые наконец поняли, что их слегка нае, ну, в общем, обманули. А вот они сами, они такие абсолютно нон-вайлент, и они говорят, а давайте мы просто, вот мы вам не верим, мы будем строить наши альтернативы. Вот мы, вот мы не хотим играться в вашей песочнице. Вот что-то нам подсказывает, что в вашей песочнице все правила переправлены не в нашу пользу. Они переправлены, может быть, в пользу существующих миллиардеров, может быть, бумеров, может быть, владельцев этих бирж, но явно мы что-то, как бы, как говорится в том анекдоте, осадочек остался. Вот, и они говорят, мы это просто будем строить сами. Да, это не будет таким большим, это не будет таким мощным, как это, каким сейчас является Wall Street, но это будет наше и в этом благодаря крипто основе мы видим полную прозрачность. Мы видим от и до как это работает. То есть, вот весь этот такой жухлеж в стиле 2008-2009 года он здесь просто невозможен. То есть, вы все равно можете потерять 100% в своей инвестиции легко, но вы это не потеряете таким же вот как бы нечестным и как бы бэкдор способом, как это происходило в 2008-м году, где для вашего публичного интереса мы сейчас вот этих ребят забейла утием огромнейшими там как бы триллионными, так сказать, суммарно триллионными влияниями. Сейчас то, что произошло в последний год с ковидом, то есть, хотя это не было напрямую связано с финансами, но суть была ровно та же, что опять-таки эти как бы бумеры как бы пролетели по полной программе, то есть, полное функциональное несоответствие своим должностям по всем, так сказать, то есть, политика, журналистика, медицина, госпитали, подготовка, то есть, полный ноль. И опять это заливают как бы из пожарного шланга деньгами, вот, и, грубо говоря, те миллениал, которые были уже там позиционированы в крипто, они посмотрели на весь этот цирк и сказали там о май гад, ну это просто но-брейнер, то есть, то есть, я просто никогда не буду вкладывать деньги в, как бы, я не буду строить свой Нестэк, свои сбережения в мире вот этого вот, грубо говоря, бумерского капитала, и я буду его строить в мире криптокапитала, вот, а поскольку, так, ну, есть хорошая поговорка в Сильконовой долине, что, как бы, money is a bubble that never pop, то есть, деньги это пузырь, который никогда не лопает, вот, то есть, деньги это просто наша некая совместная вера, так сказать, например, там, в силу американского доллара, вот, который как раз последние 10 лет правительство, ну, с одной стороны, как бы, очень активно использует для своих целей, но с другой стороны, каждое такое использование, оно, разумеется, чуть-чуть эту энергию забирает из этой общей веры. Сейчас, вот, у нас, получится, сформировался такая же вот вера в поколении, у которого будет, как бы, главная экономическая мощь в наступающие декады, вот, смотрелось, схожая вера в, как бы, вот этот мир криптовалют, и, так сказать, будет очень интересно, что будет происходить, потому что, конечно, любое мировое правительство, оно, в какой-то момент, может просто объявить, там, полную ядерную войну криптовалютам, и у них еще есть много методов, чтобы это сделать, вот, но с другой стороны, криптовалюты, их очень тяжело, вот так, совсем запретить, потому что, по своей натуре, все-таки, это просто софтвер, я думал, это займет намного больше лет, ну, потому что, опять-таки, никто не мог предсказать ковид, у меня по этому поводу есть несколько статей на коиндеске, где, так сказать, я просто говорил, что ковид, это одна из самых сильных факторов, как бы, роста крипты, это статьи, по-моему, уже сейчас около года, вот, что мы, конечно, как бы, вот, не были готовы к ковиду, и ковид просто ускорил весь этот таймтейбл лет на 10, вот, и сейчас это люди, потому что все случилось одновременно, всех запушили в онлайн, теперь онлайн-коммерция крайне важна, теперь онлайн-инвестиции крайне важны, что все сидят дома, им, как бы, нужен дополнительный доход, дополнительный инком, нужно во что-то инвестировать. Давай вернемся в Андрисон, раз ты там отвечал, занимался инвестициями в криптопроекты, расскажи про это, как вы их выбирали, что это такое было? Это была просто такая жизнь в пустыне, то есть это... Это какой год? Я начал этим заниматься вот где-то с начала 13-го года, как бы у нас в фонде это была просто активная дискуссия, что нам надо инвести... Опять-таки, тогда это был только биткоин, то есть Виталик тогда просто там еще только набрасывал заметки своего white paper, эфириум, да, эфириум, вот, и мы просто, вот у нас были обсуждения, типа, что, да, нам надо развивать биткоин-компанию, то есть мы там Coinbase инвестиция была, вот, ну, надо же еще в кого-то заинвестировать, и просто никого не было, то есть просто вот такой, ну, как всегда, полушутливое такое обсуждение, что типа, ну, блин, вот все, кто остался, в кого можно инвестировать, это какие-то уголовники там с судимостями, не, серьезно, нет, я не шучу, то есть там серьезно, там вот ранние биткоин-люди, это был какой-то такой вот, вы помните там Star Wars Contina, что вот здесь там убийца с восьми систем, здесь какой-то монстр с клыками, вот, вот. Они потом, конечно, разбавились, но там остались эти персонажи. Эти персонажи никуда не ушли, нет, то есть просто пришло целое поколение новых интерпретенеров, которые начали строить нормальные компании, вот, но если мы говорим вот именно о супер, супер ранних временах, вот, то именно в такой абсолютно, так сказать, жестокой контркультурности раннего биткоина, вот, то в принципе, вот кроме там буквально Coinbase, вот, то есть там просто... Почему это так было? Потому что биткоин был расчетной валютой для преступников? Один из ранних юзкейсов биткоина, это был знаменитый Silk Road, где там своя история со всеми этими Silk Road приключениями. Расскажи в двух словах, что это? Это один паренек с весьма посредственными компьютерными скиллами, но хорошим хастлингом, вот, он просто, когда он узнал про ранний биткоин, по-моему, уже говорим там, то есть, не знаете, биткоин просто появился как там white paper, и вот маленький клиентик, вот, это был 2009 год, вот, он, по-моему, это начал делать 2000, я не помню точно, надо писать на Википедии, но, по-моему, 2010-2011 год, то есть, он еще не рано, вот, и он сказал, о, вот вы здесь придумали такую фигню, давай-ка я на этой фигне попробую криво на коленке написать нелегальный marketplace для наркотиков, вот, и при этом, дай бы, так сказать, если бы у него были там хорошие скиллы, то это хотя бы можно было бы сделать там правильно, он это, разумеется, все сделал через одно место, потому что он был достаточно слабый технологический товарищ, из всех возможных вариантов развития события это покатилось по самому плохому. Адопшн заходил с драгдилеров. Да, то есть, адопшн, то есть, скажем так, это был один из ненулевых факторов, которые драйвали, вот, ранний адопшн биткоина, что, разумеется, просто вот поставило такую вот печать дьявола на ранний биткоин, что все, вот, вся репутация, что биткоин это для преступников и драгдилеров, она шла из этого уродливого эпизода, который, грубо говоря, ну, даже не имел никакого хорошего отношения к биткоину, как к технологии, вот, а имел отношение к такому, так сказать, скользкому, очень скользкому и неприятному предпринимателю из Сан-Франциско, который вокруг этого все это решил построить. Вот, но постепенно, со временем, вот, люди, как бы, как бы, приходила, как бы, следующая волна предпринимателей, которые что-то вокруг этого строили, вот, разумеется, здесь можно упомянуть Виталика, потому что Ethereum тоже очень крупно, как бы, двинул это вперед, ну, что сказал, вот, ну, вот, у вас есть биткоин со своей идеологией, а вот Ethereum с идеологией смарт-контрактов, которая, как бы, меньше про деньги, больше про вот эти, вот, грубо говоря, децентрализованные отношения. Главная фича Ethereum, это, как бы, ее можно сказать, это API денег, вот, то есть, биткоин, это хранение value, это хранение ценности, но биткоин, он не сильно приспособен для того, что я сейчас прошлю вам тысячу транзакций в секунду и приму их обратно, это у него там роль чуть другая. Виталик, грубо говоря, сказал, а что, если мы воспримем понятие, как бы, вот такое, крайне расширенное понятие, как бы, денег и контрактов и напишем его, каким он должен быть нативно для компьютеров, вот, ну, понимаешь, вот, мы компьютером, мы общаемся байтами, для нас абсолютно нормально общаться друг с другом байтами, а почему мы не можем друг с другом общаться такими юнитами value, с такими же security, guarantee, как bitcoin, но общаться на своем нативном протоколе, и это в некотором роде есть смарт-контракты, вот, что, вот у меня есть какой-то смарт-контракт, который вот в данном случае, это, так сказать, это выражение, оно абсолютно точно отражает суть этериума, когда смарт-контракт залит на блокчейн, он отлит в граните, и вот он там, отлитый в граните, живет, и вы можете, компьютеры могут с ним общаться, компьютеры могут там сказать там, вот, слушай, вот эту value прибавь к нему 10, а вот из этого value убери, убери 10, и это был такой существенный шаг вперед, вот, а потом это все начало, так сказать, но опять-таки, это экосистема, они всегда взаимодействуют, то есть, так сказать, то есть, как появился эсериум, биткоин, как бы он стал неким таким аналогом treasury bills, то есть, treasury bills, это такие самые защищенные, самые protected деньги, когда, грубо говоря, американское правительство говорит, если вы дадите мне ваши деньги в долг, то я всей силой и мощью американского правительства и армии и военно-морского флота буду эту вашу инвестицию защищать, то есть, это, ну, считается, самая безопасная инвестиция в мире по вполне, как бы, резонным причинам. Вот, а вот биткоины, они стали такими тибилами криптоиндустрии, что люди вот говорят, я вот просто храню это в биткоине, а потом я это буду трейдать в эсериум, соответственно, этериум породил все этот взрыв токенов, то есть, этериум после этого, он вместо того, чтобы конца дороги, он стал как бы серединой дороги, теперь уже можно, так сказать, а что, если я свой биткоин положу в контракт на, там, в wrapped bitcoin, на эсериум, на эти деньги, я куплю токенов, потрейдую их неделю, и вот ту прибыль, которую я получил, я обратно сконвертирую в биткоиндустрию, то есть там, вот понимаете, там просто из пустого места начинает возникать, это как бы Wall Street, но это не Wall Street, это совершенно другое, это Wall Street, написанное millennialами для millennialов, абсолютно используя криптографические примитивы, как свой натуральный язык, в силу того, что мы просто делаем в компании, мы постоянно ведем market research, вот, и до вот ковида, то есть вот последние данные, которые я имел, это вот такие еще до ковидные данные, что во всем мире количество активных, как бы, адресов с биткоин, с какими-то крипто депозитами было 50 миллионов, то есть у вас всего в мире 50 миллионов человек, которые активно занимались крипто до ковида, вот, соответственно, грубо говоря, если представить себе мир, который вот перейдет от 50 миллионов, там, к 500 миллионам, к 1 миллиарду, вот, и, соответственно, именно поэтому Зукенберговский, вот, то, что он называл Libra, вызвало такую панику среди американского правительства, то есть это была абсолютно экзистенциальная паника, и паника была абсолютно заслуженная, потому что Зук, он, грубо говоря, ну, он бы сделал две вещи, и Зук, он абсолютно миленил, то есть он прекрасно понимает, что он делает, то есть точка номер один, он бы сказал, так, 2 миллиарда жителей земли, которые мои юзеры, ну, 1.8, ну, грубо говоря, 2 миллиарда, вы автоматически, моментально, одной кнопкой у меня на пульте управления, вы становитесь владельцами криптовалюты, вот, и я в некотором роде становлюсь вашим, как бы, овербоссом, который выпускает для вас эту криптовалюту, то есть у Зука свой интерес, и достаточно логичное действие, вот, но то, что, я думаю, на фоне вызвало максимальную панику американского правительства, оно состояло в том, что, окей, ладно, так, ты обучишь 2 миллиарда людей, что такое крипто, это будет твой, так называемый, gateway drug, то есть ты получишь свои первые 5 долларов в крипте, поймешь, что это такое, а потом, это же офигительно классная штука, это же замечательно, а что еще я могу купить, а может быть, именно эти, там, 5-10 долларов, которые Libra даст мне за бесплатно, может быть, я на них куплю биткоин, или я на них куплю и в сервис, или я еще что-нибудь куплю, то есть это настолько переместит вот эту гирю весов с фиата в мир криптовалюты, что там, грубо говоря, 70% решений может принимать ZOOC, там какие-нибудь еще 30% решений, может быть, начнет принимать Dorsi со Stripe, потому что Stripe сейчас очень крипто, крипто-нейтив, там, тот же Stripe, Robinhood, вот, а американское правительство, оно будет просто нервно курить в сторонке, потому что у них, у них нету agency принимать никакие решения, если вы все уйдете и заберете, как бы, take your balls and, как бы, go home, то balls будет, вот, как раз у ZOOC и Dorsi, вот, поэтому это такая контратака на ZOOC и его Libra, она, с объективной точки зрения, она была абсолютно логична, вот, но с другой стороны, не следует забывать, это просто то, что мы называем user onboarding, то есть американское правительство поставило палку и сказало, вот вы в этом году не сможете onboarding 2 миллиарда users, но, ивенчуле они onboarding'ся сами, это просто займет больше времени, но вы, так сказать, упустите, да, вы просто закрыли вот такую, ну, и понятное дело, ZOOC в эту дверцу шел с очень конкретным self-interest, то есть это был гениальнейший ход, это сделать, вот, но дверцу для него закрыли, но то, что, где можно закрыть дверцу, до как бы центральной корпорации с американской юрисдикцией, вот, это принципиально ничего не закрыло, вот, представь, то есть для примера, представь себе, что там глубоко китайский TikTok, завтра скажет, а я делаю свою криптовалюту, и каждый юзер получит бесплатные 5 долларов TikTok криптовалюты, ну, и что после этого будет делать американское правительство, а если на это посмотрят TikTok, и, так сказать, люди посмотрят на TikTok, и какая-нибудь там индусская сеть, про которую мы ничего не знаем, но у которой тоже там свой миллиард индус, сделает свою криптовалюту, и так, то есть этот шарик уже остановить невозможно, это вопрос чисто времени, когда он покатится дальше, вот, поэтому такие времена очень интересные, вот, крипто явно будет играть, как бы, огромнейшую роль, и поэтому по всему ты и находишься в криптосфере, да, совершенно верно, ты из Андрисона перешел сразу делать свой криптопроект, World 12, ну, я, по сути, его инкубировал внутри Андрисона, вот, но когда, когда, как бы, дело дошло до, что уже этим надо было заниматься фуллтайм, да, то я, как бы, перерезал пуповину, и ушел за, ну, грубо говоря, я вот заканчивал дело где-то до конца 14-го года, то есть, World уже существовал, но я не работал на него фуллтайм, вот, а после этого уже полностью, вот, но ты его основал? Я его основал, да, текущий кооснователь, он пришел через год, это мой очень старый хороший друг, и я, так, в некотором роде ждал, пока он закончит свой предыдущий стартап, и вот, когда он освободился, я сразу сказал, о, вот, мы тут как раз начинаем. Проект, он как бы существует на двух уровнях, это, как бы, специфический продукт, и некая идеология, которую, вот, мы, там, сформулировали еще в Андрессоне, грубо говоря, она состоит приблизительно в следующем, что, вот, то, что сейчас, вот, то, что мы описали, то, что сейчас происходит с миллениалами, вот, это часть, некого намного более крупного движения, и которое, собственно, было описано в книге, которая, там, является стандартным, стандартным чтением. В Андрессоне книга называется Sovereign Individual, что, суверенный индивидуал, что, по мере развития цифровых технологий, инструменты, цифровые инструменты, которые будут нам даваться в руки, они, по сути, каждого из нас, дают нам sovereignty, похожую на, как бы, sovereignty правительства. То есть, как сами понимаете, такого в мировой истории никогда не было. То есть, у вас никогда не было ситуации, что, вот, я там, один, Вася Пупкин, и против меня, какой-нибудь там, скажем, вот, огромное правительство, там, и это огромное правительство, говорит, Вася Пупкин, мы хотим взломать твой телеграм, и посмотреть, что у тебя внутри. Вот, а Вася Пупкин говорит, нет, я вам показываю палец, ничего вы про мой телеграм не узнаете. то есть, то есть, у Васи Пупкина, его вот, sovereign право, благодаря фундаментальной криптографии, в том, что даже все силы правительства с их огромными бюджетами, оно бессильно, оно не может прочитать телеграм Вася Пупкина, если это end-to-end, и encrypted. Вот, у Джорджа Оруэлла была такая хорошая, пассаж, который, грубо говоря, говорил, что вот эпохи в мире, они в некотором роде определяются типом оружия. Вот, что если у вас главный тип оружия, это мушкет, то правительства будут в основном демократические, потому что мушкет, вы можете сделать дома, на столе, вот собрали, вот мой мушкет, и мы с ребятами, вот наше ополчение нашего поселка, так сказать, British Go Home. С другой стороны, если вашим главным типом оружия является танк, то у вас будет больше dictatorship, потому что танк, ну, вы не сможете собрать дома, для танка вам нужна индустриальная огромная экономика. Соответственно, это дает преимущество тем странам, которые, вот, так сказать, построили свои танки, и при помощи этих танков может со своим населением делать все, что им вздумается. Знакомый нам пример. Вот, сейчас, поскольку вся экономика переместилась в диджитал, то сейчас, как бы, война идет, по сути, там. Вот, соответственно, если у вас все экономическое состязание переходит в диджитал сферу, это значит, что вашим мушкетом становится цифровой продукт. Это значит, что ваш мушкет, это оплекухи, софтер, инструменты. Вот, и мы на примере и, как бы, и крипто, как валют, и крипто, как технологии, то есть, телеграмм, это криптотехнология, но это не валюта, это просто криптоинструмент. Вот, мы думали о том, то, что мы называем, как бы, digital resistance stack, то есть, какие должны быть инструменты, которые, вот, дают этому sovereign individual, его инструментарий, жить, работать и быть независимым в этом диджитал мире. То есть, грубо говоря, как у вас, как бы, как бы, безопасность государства зависит от well-trained militia, от хорошо натренированной, ну, милиции, наверное, так переведем, вот, от хорошо натренированной, армии, ну, ополчение, скорее, народное ополчение, то есть, безопасность государства зависит от хорошо, так сказать, вооруженного народного ополчения. Нам, грубо говоря, я здесь, так сказать, там, на грани фола включу себя в миллениалы, вот, которым не являюсь, какие нам нужны цифровые мушкеты, чтобы сделать это народное ополчение миллениалов, чтобы, если, когда эти мировые старые правительства бумеров пойдут на нас волной, как мы от них будем защищаться? Вот, и, опять-таки, в случае телеграммы это был, вот, просто пример, то есть, Россия объявила войну телеграмму, вот, так сказать, после, я забыл, сколько они там времени страдали, вот, я забыл недели, месяцы, вот, но после того, как они положили на колени все свои, там, авиасообщения, отели регистрации, Павел один, Россия ноль, вот, и это такой вот просто первые, первая ласточка, потому что этих ласточек еще будет много, и там будет какая-нибудь китайская война на крипты, и будет какая-нибудь американская регуляторная война на крипты и компании, I don't know what, то есть, старперы не сдадутся без боя, и единственный инструмент, который у них есть, это перо с чернилами, вот, то есть, они будут писать законы, они будут писать регуляции, и они будут пытаться, как бы, вышибать своими старыми методами, ну, вот эту волну, инновации, волну нового, соответственно, простым людям, народному ополчению, надо давать инструмент, потому что нас просто физически больше, и, так сказать, мы не ставим никакой моральной функции, то есть, используйте волн, на что вам взбредет в голову, мы просто даем вам инструмент, и поскольку нормальных, как бы, неотмороженных людей в мире намного-намного больше, чем уродов, то это народное ополчение, оно обычно выигрывает, ну, и вот, что мы сейчас, как бы, в плане такого мелкого анекдота, что мы сейчас видим, что, как бы, миллениалы с WallStreetBets, сделали с этими, так сказать, старыми хедж-фондами на WallStreet, вот, это тоже такой taste of things to come. Я, когда начал думать, какой вот делать, инкубировать следующий стартап, как бы, еще внутри Андрессена, мне было тогда, вот, понятно, что и в сфере крипто, и в сфере, как бы, персональных данных есть огромная дырка, потому что крипто, она имеет некоторый сценарий хранения, который до сих пор в мире никогда нигде не существовал, потому что, ну, говоря так вот, у нас есть там пасворды, у нас есть там пасворд от Фейсбука, пасворд от Емейла, вот, насколько важны эти пасворды, ну, они, конечно, важны, но если я скажу так, я скажу вот там, давайте так, я вот сейчас дам вам миллион долларов, а вы мне дадите все свои пасворды, скорее всего, вы предпочтете миллион долларов, вот, то есть, ну, что, Макс посмотрит на какие-то мои емейлы, на какие-то старые фотографии, вот, завтра я все сотру и сделаю другой пасворд, то есть, это неприятно, но ничего страшного, криптовалюты, это первый в мире цифровых технологий момент, когда какой-то человек скажет, нет, вот, ребят, вот этот пасворд, он может быть дороже, чем миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, то есть, лимита нету, то есть, лимит только в том, сколько у вас хранения, то есть, мне надо, с одной стороны, придумать способ хранения моих файлов такой, что я никогда в жизни эти файлы не потеряю, потому что эти файлы стоят 1, 10, 100 миллионов долларов, но, с другой стороны, это полная катастрофа, если эти файлы увидит кто-то другой, если эти файлы увидит хайкер, увидит вражеское правительство, то есть, у вас два совершенно вот таких принципа, которые абсолютно противоположны друг другу, вот, и биткоин-индустрия, она начала там, ну, она практически не решила эту проблему, она эту проблему сказала, а, вот у вас будет некая такая секретная фраза, которую вы записываете на бумажке, и вы эту бумажку прячете где-то дома, вот, ну, то есть, что в переводе на человеческий язык означает, либо вы эту бумажку уже давно потеряли год назад, вот, либо эту бумажку увидит там ваша горничная, которая чистит ваш дом, вот, и после этого на нее свалится неожиданное наследство, и она перестанет чистить ваш дом. И технология, которую мы сделали в Волте, вот, она по своей сути очень простая, она говорит, что вот вы лично выбираете людей, которым вы просто персонально доверяете, что вы доверяете, что эти люди не будут вас активно атаковать, хакать, что они ваши либо друзья, либо семья, что они более или менее, так сказать, ответственно относятся к собственному телефону. После этого мы берем любые ваши файлы, ну, как бы наш главный юзкейс сейчас это как бы файлы криптовалюты. Вот, этот файл некой криптографической магии разбивается на осколки, и математика этой криптомагии состоит в том, что из этого осколка невозможно достать никакую информацию, что даже если к нам пролетит инопланетянин, у которого бесконечное количество криптокомпьютеров, то бесконечное количество времени работы этих криптокомпьютеров достанет из этого осколка ровно ноль информации. И эти осколки расходятся по телефонам вашей семьи или ваших друзей. То есть, там, наш типичный как бы сетап, это обычно пять телефонов. Вот, значит, после этого ваши файлы, они перестают как бы существовать на специфическом устройстве. То есть, вот, как сейчас люди говорят, мы оплодываем файлы в клауд, вот, мы придумали противоположный термин, мы называем это мист, то есть, туман. И ваши файлы, они уходят в этот туман, распределенный только по телефонам вашей семьи и ваших друзей. Никакие кла... То есть, клауд-провайдеры в это не вовлечены. Мы не рануем серверы, у вас нету аккаунта, вы не создаете никакой аккаунт с нами, мы не видим, что вы там делаете с файлами. Мы просто, грубо говоря, даем вам на ваш телефон некоторый self-souverainty софтер, который вы используете сами. Вы сами строите сеть вот этих друзей или, там сказать, ну, некоторые люди делают, они просто покупают пять дешевых телефонов и раскладывают эти телефоны по разным местам, там, например, как бы ячейка хранения имеет один телефон, другой телефон у мамы дома, то есть, это уже, как бы сказать, это up to sovereign individual, как он хочет хранить свои осколки. И после этого это вот вы построили такой распределенный vault, который имеет совершенно замечательные property. Если придут бандиты слэш-государства, заберут ваш телефон, на нем просто ничего нету, то есть, на нем физически нету файла. Если они заберут телефоны, как мы их называем, guardians, то есть, грубо говоря, хранители, если они заберут телефон одного из хранителей, они из него не могут достать никакой информации. Более того, эти телефоны, они все, грубо говоря, взаимозаменяемы. То есть, вот мы говорим, если вам хочется собрать файл обратно, то любые из трех осколков, из пяти, соберут обратно ваш файл. Если у вас нет аккаунта, но юзера уже вы считаете как-то? Мы просто, так сказать, у нас простейшая аналитика, что мы просто, грубо говоря, видим, что юзер заинсталлировал апликуху, и юзер активен в апликуху, и больше мы ничего не видим. А вы знаете, использовал он ее или нет? Мы как бы, мы только знаем цифры. То есть, мы, грубо говоря, знаем, типа вот, волт создался, но мы, поскольку нету аккаунта, то мы не знаем, кто юзер. То есть, вот пришел какой-то хэш из Индии, что кто-то в Индии создал волт. Ну, вот мы знаем. Вот еще один волт создался. Больше мы ничего не знаем. И сколько у вас сейчас таких волтов? Счет идет на тысячи, так сказать, скоро перейдет там на десятки тысяч. Это, получается, за какой промежуток времени? Это вот мы стартовали в прошлом, ну, в конце, в конце девятнадцатого. То есть, ну, вот практически год. Ты сказал, что, ну, в Россию вернешься только после того, как изменится. Да, режим. Ну, а ты не думаешь, что эти твои опасения, они немножко, ну, как бы преувеличены и напрасны, что прошло уже столько времени? И как мы видим сейчас у правительства России совершенно другие заботы? Суть в том, какая, грубо говоря, как бы адженда страны. То есть, сейчас, какой смысл приезжать, грубо говоря, в Россию к какому-то там стартапу, инноватору, инвестору из Силиконовой долины? То есть, что там делать? Фишка состоит в том, что молодому поколению сейчас надо просто очень четко посмотреть на поколение своих родителей и увидеть, что вот, ребята, вот их вторую половину жизни путинский режим просто украл. То есть, у них жизни не было. У них такой какой-то вот серый, серая прослойка, в которой нету ничего, нету ни достижений, ни будущего, вот ничего, это просто вот такое, как бы, пустое место. И это только потому, что вот путинизм просуществовал эти 20 лет. Вот. Нет никаких причин, почему он не просуществует еще 20 лет. То есть, это будет уже их поколение, это будут ваши самые лучшие 20 лет вашей жизни, когда вы можете создавать свои стартапы, компании, участвовать на мировой арене. То есть, грубо говоря, вот посмотрите, то, что сейчас делает Дуров. И вот Дуров, это как раз вот, вот вы можете быть тысячами, десятками тысяч таких Дуровых. Но сейчас Дуров, это может сделать только эмигрировав, только уехав из страны. Вот. Если вы хотите оставаться в стране и заниматься вот всем, участвовать в этом мире, замечательном мире, цифровой международной экономике, то единственный способ для вас этого достичь, вот, это сначала все-таки снести путинизм нафиг. И... Или уехать. Или уехать, да. Или вы, так сказать, присоединитесь... И будете чужим где-то. Особенно, если уедете взрослым. Да. Ну, и опять-таки, кто-то уедет, кто-то уедет, они уедут, но в какой-то момент, потому что все-таки молодежи очень-очень много, да, а этих старперов очень-очень мало, и они постепенно умирают. Если вы просто подождете 20 лет, то, конечно, все это сметется чисто в силу возраста, но вы потеряете 20 лет в своей жизни. Если вы, так сказать, пойдете, как бы, лбом против стены прямо сейчас, то это, в принципе, конечно, очень-очень опасно, потому что пока еще в режиме очень много и энергии, и, как бы, как бы зловолия, то есть режим будет вас уничтожать. Вот. И здесь надо, вот, как бы, понять правильную стратегию. Вот. Соответственно, я бы сказал так, это вот задача их поколения, вот, то есть если американские миллениалс, они занимаются своими делами, то есть то, что мы сегодня обсуждали, финансы, новые финансы, криптоиндустрия, новые сбережения, новые способы заработка и роста, это челлендж их поколения. Челлендж вашего поколения, чтобы у вас не украли 20 лет в вашей жизни. Когда вы решите эту проблему, можно будет переходить к следующей проблеме, как сделать Россию конкурентной в мировой цифровой экономике. А здесь мы как раз приедем и поможем. Обещаешь? Если они снесут Путину, 100%. Субтитры создавал DimaTorzok